Симптомы болезни кишечника. Самые неочевидные признаки проблем с ЖКТ. О чем говорит ваш кал? Разбор качества кала. Каким должен быть кал здорового человека и почему именно так и такой? Ну, всем очевидные признаки проблем с кишечником это запоры и поносы, то есть две крайности. Расстройство кишечника никого не пугает, всем стало это в привычку, люди в этом не видят никаких проблем. И мало кто смотрит глубже на эту проблему. А ведь если имеется запор, это говорит о том, что есть проблемы с оттоком желчи. То есть запор это плохой отток, дефицит желчи. Любые диареи это дисбактериозные состояния, а также проблемы с поджелудочной железой и самим кишечником. Но начну я с диагностики ЖКТ по калу и сейчас вам поясню все подробнее. Тип вашего стула знать необходимо. Помните, что кал должен тонуть, а не всплывать. Оценка кала производится по брестольской шкале. И вот по форме, виду кала действительно визуально можно понять, какие есть проблемы с ЖКТ, по крайней мере, что нужно исследовать. Эта шкала для взрослых, не для детей. Первый тип, так называемый овечий козий кал. Это говорит о запорах на 100%. Нельзя долго сидеть на унитазе. Ходить по-большому надо 1-2 раза в день регулярно. Долгое сидение на унитазе, туженье могут привести к микротрещинам и к появлению крови в кале. Плюс к тому это путь к геморрою. Запоры могут быть от того, что вы пьете мало воды. Запоры это всегда интоксикация организма, отравление крови. Запоры возникают часто потому, что желчи может не хватать. А это говорит о проблемах в работе печени, который производит желчь, и желчного пузыря, как емкости для хранения желчи. При дефиците желчи возникают проблемы с микрофлорой кишечника, значит с перевариванием пищи. Значит пища начинает хуже разбираться, а компоненты пищи усваиваться. Возникают дефицитные состояния в питательных веществах, даже если вы едите их достаточно из вашей пищи. Когда не хватает желчи, плохо перерабатываются жиры, а значит плохо усваиваются жирорастворимые витамины. И их дефицит приводит, например, к сухой коже, фолликулярному кератозу, акне, то есть прыщам, к выпадению волос, проблем со зрением, ослабевает иммунитет, возникает постепенно кальцинация сосудов. Это все потому, что желчи не хватает. И прочие более серьезные проблемы со здоровьем. Второй тип, ну колбаской, но комковатый кал. Это тоже, но более легкая форма запора. Третий тип, это норма. Но в идеале кал должен быть темного цвета и не рассыпаться. А вот четвертый тип, это оптимальный вариант. Как говорят, форма банана-огурца, а цвет должен быть молочного шоколада. Но не черного шоколада. Почему, поясню далее. Пятый и шестой тип кала, это разной степени мягкая консистенция, это плохо. То есть, когда консистенция рыхлая, кашеобразная, тут явно есть проблема с желчным пузырем и с поджелудочной железой. Если кал еще и липкий, жирный, оставляет следы на унитазе, то это проблема на 100% точно с желчью, с желчным пузырем, печенью. Естественно, здесь могут быть проблемы с поджелудочной железой, который не справляется со своей задачей по синтезу и доставке, соответственно, в кишечник через общий желчный проток своих ферментов, которые помогают расщеплять остатки пищи, пришедшей из верхнего отдела ЖКТ из желудка. Если по воде плавает кал и он жирный, то у вас не усваиваются в полной мере жиры, у вас мало желчи, имейте это в виду. Если газы, он еще газифицирован, пузырится, то это плюс к тому еще и дисбактериозное состояние, то есть нарушение соотношений между патогенной и симбиотической кишечной микрофлорой. Если часть пищи не приваривается, скажем, есть клетчатка, нерастворимые компоненты пищи, то это проблема с поджелудочной железой, значит, не хватает ее ферментов. Если кал желтого цвета, это проблемы с печенью и желчным пузырем. Если кал светлый, осветленный, то это проблемы с желудком. Зеленый цвет кала говорит о проблеме с поджелудочной железой и серьезными дисбактериозными состояниями кишечника. Если ужасный запах, это идут гнилостные процессы, это проблемы с кишечником. Конечно, если нет противопоказаний, нет излишней худобы истощенности, то лечебное очистительное голодание будет самым лучшим первым лекарством. Но это мое видео, как подготовиться и проходить правильно лечебное голодание, посмотрите непременно в начале, перед тем, как приступать, что называется, к делу. После обязательно применяйте пропионовые симбиотические бактерии и вита, которые помогут восстановить нормальную работу ЖКТ, а именно кишечника, восстановить симбиотическую нашу микрофлору. Применяйте параллельно гель-сорбент для кишечника с хитозаном. Видео об этом геле посмотрите, я оставлю ссылку под видео. Естественно, в любом случае изменяйте, кардинально меняйте свое питание. Пройдите антипаразитарную программу, ведь часто причинами проблем с кишечником и с печенью, и с поджелудочной железой являются паразиты, гельминты, то есть глисты различные, то есть круглые, плоские и ленточные гельминты. Ссылки на два последних видео по паразитам я вам оставлю под этим видео тоже. Естественно, грибковые поражения, кандида, тот же кандидоз системный, а ведь главная колония кандида именно в кишечнике живет, обитает, это одна из причин. Поэтому можно пройти, если есть у вас грибковые проблемы, пройти надо и антигрибковую программу. Ее надо проходить после прохождения антипаразитарной программы. Антипаразитарная программа идет всего один месяц, а вот антигрибковая от трех месяцев и более. Да, если кал черный, то значит либо идут какие-то кровотечения, есть кровопотери, а это говорит о том, что могут быть те же полипы, ну и другие проблемы. Но может быть и от препаратов железа. Когда вы принимаете препараты, содержащие железо, тоже такое может быть. Недавно у меня на канале вышли очень важные тестовые видео. Я приведу вам несколько примеров. 10 признаков скорого надвигающегося инсульта. 4 признака скорого инфаркта. 15 признаков скорого диабета. 6 признаков разрушения поджелудочной железы. Посмотрите эти видео. А ссылки на эти и другие видео-тесты я тоже вам оставлю под этим видео, обязательно смотрите. Не пропустите их. Я советую конспектировать. Итак, хочу сделать несколько важных акцентов. Если остаются после дефекации следы на унитазе, вы едите много сладкого, больше чем усваивается, перерабатывается глюкоза. И это приводит и к инсулинорезистентности, а дальше постепенно к диабету, к ожирению, к образованию висцерального жира, то есть жиру внутренних органов. Это ухудшает их работу, и это приводит к болезням ранней смерти. Ешьте больше зелени и овощей. Убрать из рациона сладкое. Не смешивать несочетаемые продукты. Посмотрите мое видео «Раздельное питание». Ешьте больше ферментированной пищи и пищи, содержащей жиры при отсутствии углеводов быстрых. Ну, то есть сахаров сладкого. Например, идеальное сочетание авокадо с квашеной капустой. Подробнее смотрите мое видео «А что же тогда есть?» Есть такие ощущения у людей неприятные, что сходил по большому в туалет, вроде бы не полностью. Это называется ощущение неполного опражнения. Вот этот симптом говорит всегда о проблемах с печенью и желчным пузырем, с дефицитом желчи 100%. И это состояние, кстати, тоже отчасти форма запора. Долго ждать, не ходить по большому, когда хочется, это плохо. Особенно если газы идут, это вредно. Это постепенное отравление организма, а значит кровь, а значит печень и почек. То есть главных наших фильтров крови. Помните, активная физическая работа, сгибание живота, ну, это может быть и труд на грядках, и в спортзале, около стенки подъем, опускание туловища на пол, и сгибание его под 90 градусов. Вот такие движения способствуют более полному опражнению кишечника. Пищу надо долго жевать, ведь пищеварение начинается в ротовой полости. В ротовой полости со слюной вырабатывается фермент птиолин, ну, это слюная милаза, которая переваривает углеводы, начинает переваривать. Не смешивайте несовместимую пищу. Много не ешьте за один раз. Чем больше едите, тем больше ферментов надо выработать и поджелудочные, а желчи печенью и желчным пузырем, тем дольше будет идти пищеварение, и могут возникать разного рода неполадки. Массажи висцеральные, особенно при запорах, очень хороши. Ну, это массаж внутренних органов. Разумеется, это делается массажистом снаружи путем специфического массажа живота. Паразиты, гельминты, есть у всех людей. Их надо обязательно гнать. И два раза в год каждому человеку надо проходить антипаразитарную программу, но не химпрепаратами, а натуральными. И не убивать паразитов внутри себя, а гнать их. Ссылку на препарат, антипаразитарный набор оставлю. Помните, высыпания на кожу любые, это всегда проблема ЖКТ. Может быть, другие проблемы тоже есть, но ЖКТ первостепенно. Это взаимосвязано, это причина-следственные связи. Кожа – это зеркало работы кишечника. Как же наладить работу ЖКТ? Это отдельная тема. У меня есть много видео на канале на эту тему. Ссылки я вам оставлю. Самое главное, чтобы вы понимали, как работает желудочно-кишечный тракт, посмотрите мое видео, большое, старое, длинное, но очень важное, которое называется «Пищеварительная система». А также видео «Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, два, кита». Две основы для полного понимания процессов. Если плохой запах пота – это показатель проблем с ЖКТ. Лишний вес, жир – это проблема с кишечником. Ведь неправильное питание, которое привело к лишнему жиру, к лишнему весу, всегда связано с кишечником, не так ли? Ведь кишечник, он перерабатывает то, что вы едите. Очень опасное состояние инсулино-резистентность, повышенное содержание глюкозы и инсулина в крови – это проблема. Недавно у меня выходило очень важное видео, которое поясняет все буквально за 10 минут. Посмотрите его. Что убивает кишечник? Конечно, антибиотики, цитостатики, химия в еде, быту. А косвенные признаки и сами следствия проблем с ЖКТ, ну, например, такие как плохое настроение, апатия, плохая память, быстрая утомляемость, плохой сон. Помните, все болезни начинаются с кишечника. Кишечник – это второй мозг. Смотрите мои видео и будете все знать. Знать, что делать, как, зачем и почему. Особый акцент сделаю на мое одно из последних видео, которое называется «Как в СССР делали настоящие БАДы? В чем отличие?» Ну и сейчас в завершении буквально на 2 минуты реклама от меня. Моих продуктов, товаров, а не чьих-то других, как это делают блогеры, ну, ради заработка. Товаров, за которые я отвечаю лично, которые укрепляют здоровье и продлевают жизнь. А также будет информация, как купить, заказать наши товары не только жителям России, но и тем, кто проживает за границей в любых странах мира. Слушайте. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru, посмотрите хотя бы два раздела – отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе «Доставка и оплата». Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био-зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на Ютубе для рубрики «Ответы на вопросы» и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня Ютуб-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет – измеряйте среду обитания. Ну где вы живете и работаете? На радон, радиацию, электромагнитное излучение. И себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее. Под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует Ютуб. Мало ли что с Ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Внимание! Нам нужен водитель со своей машиной, кто проживает в городе Зеленоград, либо близко от него, то есть Лобня, Химки, Красногорск. Пожалуйста, пишите. Под этим видео будет оставлена почта, куда вы можете написать в произвольной форме, что вы заинтересованы предложением работы водителем. То есть развозить заказы наших клиентов по Москве и в транспортные компании для отправки в другие города и страны мира. Разумеется, человек должен быть нашего мира и мировоззрения, то есть не употребляющий алкоголь, не курящий, ну и очень желательно веган. Ждем от вас заявки. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего. До свидания.